Здравствуйте друзья, еще раз хочу выразить благодарность своим подписчикам, которые присылают мне свои устройства для тестов и обзоров. Много интересных видео вышло на моем канале именно благодаря вам, и это одно из них. Мы поговорим о многоканальном, а точнее 8-канальном реле из магазина DT Wonder с управлением по Ethernet и Wi-Fi. Устройство имеет собственную консоль управления и может работать автономно, особенно с учетом того, что к нему можно подключать внешние кнопки. Но при этом его можно интегрировать с внешней системой управления умным домом через MQTT, что мы и рассмотрим на примере Home Assistant. Перед тем как мы начнем прошу вас поставить лайк этому видео, чтобы его могли найти больше людей которым интересна тема умного дома и подписаться на мой канал если вы не сделали этого раньше. Это реле одной из довольно обширной линейки устройств представленных в магазине DT Wonder Store, авторская разработка. В нее входят модификации от 2 до 32 релейных модулей. Кроме Wi-Fi и Ethernet есть модели Scan и Modbus с шиной. Ссылки на магазин оставлю в описании. Все выходы реле имеют по три контакта. Общий, нормально открытый и нормально закрытый. Они не связаны с тем напряжением которое питает само реле, тут используется 12 вольт. Это так называемые сухие контакты, способные работать с токами нагрузки до 10 ампер, постоянным до 30 вольт, переменным до 250 вольт. Диапазон рабочих температур от 0 до 85 градусов Цельсия. Можно выбрать либо в виде платы, либо в виде готового устройства в корпусе, как то что показано в обзоре. Показанное в этом видео реле, согласно пожеланию ее владельца, после выхода обзора будет выставлено на благотворительный аукцион, который я провожу на своем телеграмм канале, ссылку на него вы найдете в описании. Как я и сказал, ко мне на тест попала версия на 8 каналов с Ethernet и Wi-Fi, в корпусе, размер которого 14,5х9 см. На фронтальной части находится наклейка, на которой имеются подписи ко всем разъемам, сетевые адреса, название и пароль к точке доступа и ссылка на документацию. На одной из длинных сторон расположены выходы 7 и 8 реле, порт для подключения Ethernet кабеля, аналоговые входы, их как и реле 8 штук и разъемы для подключения питания 12 вольт. С другой, выходы с первого по шестое реле. На каждое реле по три контакта, общий, нормально открытый, то есть разомкнутый при отсутствии питания на реле и нормально закрытый, то есть замкнутый без питания. Реле установлено в корпус, который предназначен для установки на стандартную динрейку, в электрический щит или шкаф. В описании я оставлю ссылку и на подходящий для него блок питания. Корпус держится на четырех винтах, открутив которые, можно снять верхнюю крышку и получить доступ к плате реле. Устройство построено на базе модуля ESP32 в рум, но стоит отметить, что по умолчанию магазин шлет версии, которые нельзя перепрошить на что-то другое, они работают только со своей прошивкой. Если хотите что-то альтернативное, то напишите продавцу, чтобы вам отправили разблокированный модуль. Задняя сторона платы. Тут хорошо видно, что контакты реле не связаны с питанием самого реле, они могут работать с отличным от него напряжением. Питание 12 вольт подается на два правых нижних контакта. Для удобства я использовал переходник с стандартным 5,5 на 2,1 мм DC разъемом, ссылку вы также найдете в описании. После подачи питания, внутри возле разъемов для питания загорается красный светодиод, по нему можно определить работает реле или нет. Как я уже сказал, реле приехало ко мне не из магазина, а от моего подписчика. Для чистоты эксперимента я сбросил его в фабричные настройки. После этого у него работает только Ethernet, причем на фиксированном адресе 192.168.1.100. Я подключил его напрямую к сетевому разъему ноутбука. На нем я переключил автоматический режим на ручной и установил адрес из подходящей подсети 192.168.1.45. Это разовая акция, чтобы попасть в веб-интерфейс реле. Он доступен по адресу 192.168.1.100, он написан на корпусе. Логин и пароль для входа там же, по умолчанию Admin Admin. Меню настроек по умолчанию. Тут все отключено, кроме Ethernet. Время после сброса устанавливается на 1 января 1970 года. Его нужно синхронизировать с текущим. Что касается Wi-Fi, тут есть точка доступа, чтобы можно было подключаться напрямую к самому реле и клиент, который может подключаться в вашу сеть после указания ее параметра. Диапазон 2.4 ГГц. Для того, чтобы ваш роутер мог присвоить реле адресы своего диапазона, нужно включить опцию Ethernet DHCP и изменить адрес слюза на тот, что присвоен вашему роутеру. Хотя все настройки сети можно сделать уже на этом этапе, я, чтобы проверить все режимы, активирую только встроенную точку доступа. Название и пароль к ней указаны в двух нижних строках меню, и совпадают с теми, что указаны на корпусе. После этого в списке сетей появляется новая, подключаемся к ней, используя пароль по умолчанию. Естественно, что реле не имеет доступа к интернет, об этом написано в свойствах сети. Временно нужно отключить и мобильный доступ к интернет, чтобы телефон не искал адрес реле в глобальной сети. Адрес веб-интерфейса при подключении по Wi-Fi 192.168.7.1. Остальное все то же самое. Мне кажется, что для режима по умолчанию при сбросе в заводские, точка доступа тоже должна бы быть активирована. На скрине слева видно время, которое устанавливается по умолчанию 1 января 1970 года и то, которое было установлено при синхронизации. С подключением к встроенной точке доступа разобрались. Включаем автоматическое получение IP адреса на Ethernet порту. Адрес моего домашнего роутера 192.168.0.1. Указываю его, место установленного по умолчанию. Сохраняю настройки и подключаюсь к кабелям к домашней сети. На правом скрине видно, что проводной интерфейс получил адрес 192.168.0.200. При желании его можно указать вручную. Теперь интерфейс доступен с любого устройства домашней сети. Еще раз скажу, это можно было бы сделать сразу при первом проводном подключении. Я пошел по длинному пути, чтобы проверить все варианты. Меню настроек. Тут указаны версии программного и аппаратного обеспечения, модель реле, дата и время сетевые параметры. Сейчас работает проводная сеть и точка доступа с параметрами по умолчанию, которые при желании можно изменить на свои. Осталось включить клиентский Wi-Fi. Это пункты меню, которые начинаются с букв STA. Сначала активируем интерфейс. Указываем адрес роутера, название и пароль своей сети 2.4 ГГц, к которой реле будет подключаться. Это соединение может работать одновременно с Ethernet и своей точкой доступа. После сохранения настроек, если все сделано правильно, реле подключится к Wi-Fi и получит от роутера IP-адрес, в моем случае 192.168.0.202. Веб-интерфейс будет доступен и по нему. Для наглядности к нормально открытым контактам первого и второго реле, я подключил два USB-светильника. Благо, наличие сухих контактов позволяет коммутировать любые напряжения в пределах возможности релейных модулей. Каждое реле имеет три режима работы. Стандартный включить-выключить. Джоггинг. Импульсный режим. Реле включается и отключается через 500 миллисекунд. Задержка. Тут более длинный интервал отключения от 1 до 65536 секунд. Импульсы можно использовать для имитации нажатия на кнопку, задержку например для открытия-закрытия крана. Меню аналоговых входов. По умолчанию тут установлены возвратные звонковые переключатели и управления реле в таком же порядке. Тут используется общий выход ground, который соединяется с соответствующим входом. Включаем и выключаем реле 1 и 2. На каждом входе есть по четыре варианта действий. Включение и выключение одного или нескольких реле при включении или выключении на входе. Добавим на первый вход к первому реле второе. Теперь вход 1 должен управлять сразу двумя реле первым и вторым. Проверяем, все таки работает. Один выключатель управляет двумя реле. Усложним логику. Теперь при включении на первом входе первое реле будет включаться, а второе выключаться и наоборот при его отключении. Проверяем, все работает как задумано. При этом второй вход управляет только вторым реле. Переходим на вкладку реле connect. Тут в верхней части страницы находится еще одно меню настройки, в том числе и MQTT. По умолчанию эти параметры выглядят так. В нижней части есть кнопки для включения и выключения каждого реле, отсюда ими тоже можно управлять. Тут же в неприметном меню другое, есть опция памяти состояния при восстановлении питания, по умолчанию она отключена. Соответственно после отключения и восстановления питания, помним про красный светодиод в корпусе, все реле вне зависимости от их предыдущего состояния остаются выключенными. А теперь включим эту опцию и сохраним настройки. Включаю первое и второе реле. Отключаю питание, диод погас. Включаю, диод загорелся. Реле включается примерно через 5 секунд после этого. Теперь перейдем к MQTT. Нужно указать адрес вашего сервера Mosquito Broker, если вы используете zigbee2mqtt, он у вас точно есть. Проверить корректность порта, а также пользователя и пароль для подключения. При необходимости нужно добавить его в конфигурации сервера, например так. После сохранения настроек, реле подключается к вашему серверу и создает свою ветку топиков. Посмотреть ее удобно при помощи MQTT Explorer, ссылку на эту программу я оставлю в описании. По умолчанию, топик реле находится на уровень ниже корневого. Слева структура, видны топики каждого реле и входа, параметры реле. Справа история, видно изменение состояния того реле, которое вы выбрали слева. История первого аналогового входа. Тут название состояния, в зависимости от замыкания с общим контактом, отображается как высокий или низкий. Лишняя степень вложенности в MQTT мне не очень нравится, поэтому в настройках реле убираем отметку с опцией корневого слэша. После сохранения, реле снова создает ту же структуру топиков, но уже от корневого, а не с пустым первым уровнем. Старую ветку удаляем, она нам больше не нужна. MQTT Explorer очень удобный инструмент для таких задач, рекомендую всем. Для работы в Home Assistant придется прописывать конфигурацию вручную. Автообнаружение на момент этого обзора не реализовано. Исходные файлы есть на странице производителя, однако, они сделаны в устаревшем формате. Вместе с реле мне передали и актуализированные шаблоны, за что отдельная благодарность Александру и SmartDevices.com.ua. Благодаря им я сэкономил много времени. В свою очередь, я тоже немного видоизменил и расширил эти шаблоны, но в целом их структура сохранилась. Ссылка на package со всеми показанными в видео объектами в описании под видео. Начнем с самого простого, включения и выключения реле. Для этого используется интеграция MQTT. Ранее она использовалась как платформа в других интеграциях, но в прошлом году ее вынесли отдельно. В ней создается объект Switch, который берет состояние из топика реле в папке out, а отправляет команды в топик in. Для включения и выключения, а также определения состояния, тут используются команды on или off. Доступность определяется по общему топику availability. Для добавления в систему, на панели разработчика нужно перегрузить объекты MQTT добавленные вручную. Если такой опции у вас нет, что возможно при отсутствии таких объектов ранее, нужно перезагрузить Home Assistant и она появится. Проверяем. Выключатель, именно так отображается объект Switch, теперь через MQTT управляет первым каналом реле. Далее, просто меняя цифры в ID, названия и топиках состояния команд, методом скопировал вставил, делаем переключатели для каждого из каналов. Графического конструктора для этого пока не создано, все нужно делать вручную. С другой стороны, никакой конструктор не сравнится с удобством и скоростью старого доброго метода скопировал вставил. Проверяем, все работает как задумано. Реле отслеживает изменения в топике MQTT и переключает физические каналы. Для стабильности тут конечно следует использовать проводное подключение. Также есть возможность группового управления, тут используется командный топик in control, топик состояния не прописан. При включении отправляется перечень команд для реле, тут все 8. Каждая команда содержит тип сработки, в данном случае on-off, обычное включение-выключение. Номер реле, команда для включения on для выключения off. Следующие два параметра содержат время сработки и пароль, если он установлен на реле. Проверяем. Аналогично конечно можно организовать и при помощи группы Home Assistant, но это часть функциональности реле, которую мы рассматриваем. Следующий тип выключателя импульсный. Структура тут похожа на уже рассмотренную, но вместо типа сработки on-off, как мы только что рассмотрели, тут отправляется джогинг. Далее номер реле, включить или выключить. Время, 5 означает 500 миллисекунд для этого режима. И пароль, если он установлен на реле, я эту опцию не трогал. При активации этого переключателя, реле замыкается на полсекунды. Пригодится для имитации нажатия на кнопку. Добавляем этот режим на все нужные вам каналы, я не буду мелочиться, сделаю на все 8 реле. И общий импульсный переключатель. Не знаю для чего такой может пригодиться в реальной жизни, тут рассматриваем принципиальную возможность. Структура, за исключением режима и времени работы, аналогично рассмотренному. И конечно все проверяем. Физические реле реагируют, синхронно топиком MQTT. И режим задержки. Он похож на джогинг, только тут время в секундах от 1 до 65536. У меня установлено 5. Обратите внимание, что тут для команды включения использован режим задержки, а для выключения обычный on off. Это сделано для того, чтобы при необходимости досрочного ручного отключения, реле выключалось мгновенно. И групповой выключатель, для так сказать, чистоты эксперимента. В бытовом применении отправляйте команды на необходимый перечень реле. Проверяем. Включенные реле будут отключаться через заданный интервал времени, в данном случае через 5 секунд. Пригодится, если например для открытия экрана, вам нужно подавать на него питание, в течении скажем 15 секунд. Задаем нужный интервал и дальше реле все сделает само. Теперь рассмотрим чуть более сложные переключатели, которые будут реализовывать режим interlock, когда включение одного канала вызывает безусловное отключение второго. В качестве примера я буду использовать первое и второе реле. В самой структуре принципиальных отличий нет, просто команда payload on состоит из двух частей. Для первого канала это включение и первое выключение второго реле, при этом payload off используется стандартно. Для второго наоборот, включаем второй канал и отключаем первый. При необходимости расширяем или изменяем этот перечень на тот что нужен вам. Проверяем. По отдельности они работают как обычные выключатели. Но вот при попытке включить оба, один из них отключается. Если вам нужно отслеживать состояние каналов без возможности управлять ими, можно в этой же интеграции создать раздел бинарных сенсоров, они могут получать только два состояния, кроме недоступно, включено или выключено. Командного тупика у них нет, только состояние, включено или выключено. Вот так это работает. Кейсы применения тут разбирать не буду, просто показываю возможности. если не нужно, просто не используйте. И для полноты картины сенсоры. В отличие от бинарных, обычные сенсоры могут принимать любые значения, в частности эти, просто отображают содержимое MQTT топиков, в которых реле размещает данные о своих параметрах. Состояние, IP и MAC адрес, версии программного и аппаратного обеспечения, серийный номер. Думаю, что этого вполне достаточно, чтобы сложить впечатление о возможностях устройства и понять, нужно вам что-то подобное или нет. Из кейсов применения я вижу управление задвижками, кранами, актуаторами, электрическими термоголовками, имитация нажатия на кнопки например для открытия ворот или гаража. Подключение по проводу позволит размещать реле в тех местах, куда не добивает сигнал беспроводной сети, чтобы например управлять освещением в отдельно стоящих постройках, и тому подобные задачи. При необходимости управления мощными нагрузками, можно использовать в сочетании с внешними мощными реле. На этом все, надеюсь что видео было вам полезно и интересно, буду благодарен за ваши лайки, это поможет другим людям найти это видео. Если вы не хотите пропускать новые обзоры, подписывайтесь на мой канал. В описании под видео я оставлю ссылки на магазины, где можно приобрести реле из этой линейки и другие устройства которые я сейчас показал. Кроме этого, там же вы найдете ссылки на обзоры упомянутые и соответствующие этой теме, мой телеграм-канал, страницу в фейсбук и группу для общения по вопросам умного дома разбитую на разные темы. Присоединяйтесь, будет интересно. Спасибо за внимание, до новых встреч, всем мира. Субтитры сделал DimaTorzok